МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И еще много интересного из жизни страны и мира. Мы расскажем вам то, о чем другие промолчали, во что невозможно поверить. Но тем не менее, все это произошло на самом деле, а участники и герои этих событий живут рядом с нами. Англичанка Мишель Вибово долго ломала голову над тем, как ей почтить память любимого художника, великого Микеланджело. И представьте себе, ей это удалось. Удалось сделать не только оригинально и красиво, но и вкусно. Десять тысяч маршмеллоу, неимоверное количество миниатюрных пирожных, зефирок и мармеладок. И вся эта вкуснота, увы, не для чаепития, а для создания художественного произведения, а именно точной копии картины великого Микеланджело сотворения Адама, которую приурочили к годовщине кончины великого мастера. Ни одно радостное или грустное событие не считается полным без торта. И мы надеемся, что Микеланджело одобрил бы наше начинание. Сливочное масло, сахарная и ванильная глазурь вместо клея, чтобы держалась вся эта сладкая мозаика на холсте. Ювелирно в перчатках конфета за конфетой рождался сладкий Адам. На его сотворение или выпекание. Картину, кстати, так и прозвали «Выпечка Адама». Ушло 168 часов. Причем всю эту красоту делал один человек, сама Мишель. Да, поистине титанический труд. Вот только сколько калорий в этом творении рук человеческих никто не считал. Самым сложным было подобрать точный масштаб и соответствовать стилю живописца. Тем не менее, возможности становятся практически безграничными, когда в распоряжении столько цветов и текстур. Сама Мишель по профессии кондитер, но кондитер в сфере искусства. Если раньше она кулинарила работы маленького формата, то в этом полотне в натуральную величину, каким создал шедевр сам мастер, а это приблизительно 3 на 6 метров, она раскрылась как истинный художник. И хоть произведение и является съедобным, его вряд ли подадут к столу в кондитерской. В планах автора продать Адама на аукционе, а деньги потратить на благотворительность. Так что пока картину не пустили с молотка, посетите церковь Святого Панкраса, что в Лондоне. Именно там экспонируется этот сладкий шедевр. Вряд ли может пожаловаться на отсутствие креатива в своих действиях и наш следующий герой. Его поступок не менее оригинален и так или иначе тоже связан с едой. Хотя и достаточно нелицеприятен. Весьма нетривиально закончилась бытовая ссора в одной нижегородской семье. Вряд ли кто сейчас вспомнит причину, по которой возник житейский конфликт, но его финал уже стал частью местного фольклора и мифологии. В разгар ссоры в качестве миротворцев на семейном аресталище появились полицейские и, само собой, потребовали у скандалистов документы. Чем и воспользовался бывший супруг, молниеносно выхватив из рук сержанта паспорт своей супруги, он вырвал лист со штампом прописки и на глазах у опешившей публики съел его. Запив трапезу водой, самодовольный нижегородец заявил, что дама может выметаться из дома, так как нет никакого документа, подтверждающего ее право на жилплощадь. Однако, по иронии судьбы, именно этот креативный гражданин и покинет родные стены как минимум на год в соответствии с приговором строгого, но справедливого суда. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И теперь настало время того самого сюрприза, обещанного в начале программы. А именно новой рубрики. Рубрики под названием «Женькины рассказы». Возьму на себя смелость надеяться, что нашим зрителям придется по душе эта новинка. Впрочем, как и ее ведущий. Прошу любить и жаловать. Евгений Белоголовцев. Спасибо. Рад приветствовать наших телезрителей. И, конечно, вас, девушки. Надеюсь, мы подружимся. Сегодня речь пойдет о том, чем были увлечены все мы в детстве, что взрывало наш мозг и развивало фантазию. И хотя детство уже в прошлом, некоторые продолжают понадобить от этого и в достаточно зрелом возрасте. Этот сплав литературы, жилописи, кинематографа называется «Девятое искусство» или «Кино на бумаге». Вы заинтригованы и теряете догадках, о чем я? А речь идет всего-навсего о пестром мире комиксов. Супергерои. Кто они? Обычный плод фантазии авторов, стремящихся заработать. Или мечты, стремления целых поколений дотянуться до чего-то недосягаемого и хотя бы в таком виде почувствовать себя особенными. Согласитесь, каждый из нас мечтал хоть раз в жизнь иметь какие-либо суперспособности. И неважно, будь то возможность летать, например, или смотреть сквозь стены. И знаете, мир, где обычный журналист, сняв очки, может стать суперменом, мне очень нравится. И благодаря московскому комик-фесту мы смогли попасть в этот мир. С головой окунуться в мир девятого искусства или бумажного кино. С его высочайшими гонорарами и фанатичной любовью, и преданностью к героям. Тут можно найти буквально все. Любые виды комиксов, как для ценителей жанра, так и для обычных новичков. Ну и, конечно же, какой комик-фест без героев? Ну, я Уэйд Уилсон, самый болтливый наемник в мире. У меня расстроение личности. Так, заткнись, не лезь, не лезь, не лезь. А, черт, он опять разговаривает. Ну, в общем, я бегаю, надираю задницу плохим парням. Иногда и хорошим прочим. Но это не важно. Важно то, что Сёня приехал сюда, чтобы развлечься, поговорить с тобой, например, дружище, передать привет моей маме, Миссу Уэйд Уилсон. Привет, привет. И просто отдохнуть как следует. Но все же мы находимся в реальном мире. Поэтому все имеет свою цену. В том числе и возможность хоть немного побыть супергероем. Он в производстве уже больше года и до сих пор не закончен. Сложно, конечно, но оно того стоит. Только на материалы ушло тысячи, 15-20. Этот у меня обошелся в 3 тысячи, он ушелся в течение месяца вроде как, да. А остальное рога и скиптер я делаю сама. Ну, платье мне я заказывала за где-то примерно полторы тысячи, но остальное так по мелочи, парик, щит. Не особо дорого, ну и не особо долго все это. Но, к сожалению, как все в этом мире, и комик-фест закончился, и все супергерои вернулись к своим обыденным делам. Однако никто не расстраивается, ведь придет день, и наши герои, вновь облачившись в свои одеяния, выйдут из тени, чтобы показать себя миру. А может, и защитить его, как это и подобает настоящим супергероям. Олег Пекарь, Дмитрий Ермилов. Разные новости. Как видите, все очень серьезно. А для тех, кому наш материал показался неубедительным, я хочу сказать, что самыми одержимыми коллекционерами комиксов являются кинозвезды Джордж Круни и Николас Кейдж. А они-то уж точно знают, во что вкладывать заработанные в Голливуде миллионы. За сим прощаюсь и до встречи через неделю. Спасибо, Женя. Ну а вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. 22-летний гражданин Индии Мохаммед Хуршит Кусейн установил новое мировое достижение, набрав носом на компьютерной клавиатуре фразу из 17 слов на английском языке за 48 с небольшим секунд. Знакомьтесь, это Грэм Хьюз. Единственный человек на планете, которому удалось посетить все страны мира без помощи самолета. Кругосветное путешествие сэра Хьюза длилось 4 года, и за это время энтузиаст посетил 201 страну, полностью отказавшись от авиатранспорта и с денежным лимитом в 100 долларов в неделю. Своё масштабное путешествие британец начал с Уругвая, а закончил в Южном Судане. Все эти чудесные скульптуры, которые вы видите на телеэкране, не что иное, как готовые к употреблению блюда, приготовленные поварами российской академии карвинга. Вы спросите, что это такое? Так это особый вид искусства, объединяющий любителей резки по овощам, фруктам и льду. А название этого занятия произошло от английского слова «карвинг», что в переводе означает «вырезание». Во время футбольного матча на первенство Андалузии недовольный действиями арбитра болельщик схватил собаку-соседа и бросил её в судью. Животное не долетело до арбитра и упало, пролетев около семи метров. И пока ошеломлённый пёс убегал с поля, обескураженный хозяин собаки начал драку с 50-летним идиотом. К слову, к драке с радостью присоединились игроки обеих команд и вся судейская бригада. Возможно, не один десяток человеческих жизней спас рядовой китайский водитель Тянью Чао, когда, заметив потерявший управление автобус, догнал и остановил протаранившую 11 автомобилей и светофор многотонную машину. Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Из сегодняшней программы вы узнали, как почтила память великого Микеланджело англичанка Мишель Вибово, как попытался оформить развод с женой находчивый нижегородец, какое искусство называют кино на бумаге, что такое кулинарный карвинг, как прервал футбольный матч экстравагантный испанский фанат, и еще множество интересных фактов из жизни страны и мира. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!